Всем добрый вечер, доброй ночи, кто в Корее у нас уже полночь. Меня зовут Мика Хюгай, royal master и недавно мамочка еще раз стала. Да, буквально три недели прошло и снова в Корее рожала. И большая разница между беременностями и рождением в послеродовом периоде с юнашей, с дочкой, это было пять лет назад, и сейчас. В весе, в самочувствии, в анализах, то есть очень много разница и скажу точно, что в этот раз, в этот раз намного как будто я здоровее и малыш тоже. В каком плане? То, что вес больше. Хороший вес говорит о том, что все, малыш здоров, хорошо развивается. Ну, то, что мальчик, конечно, да, тоже вес больше, чем девочка. Но все равно, когда я была беременна и нашей, у меня часто бывало такое, что я была в полуоборочном состоянии, давление очень сильно падало. Не знаю, мамочке у кого-то было такое, что тебе плохо, прям ты отключаешься. Это, да, так падает давление и это недостаток, да, дефицит витаминов, которые приводят к таким состояниям. В этот раз ни разу не было такого, что у меня было такое состояние. Да, вес хороший в этот раз, и быстрее я восстановилась, и вот прям энергия у меня сейчас есть. Я вот даже решила в зуме, да, с вами поделиться. Почему? Потому что появилась энергия, хочется работать, хочется творить, и вот как раз я думаю, что что тоже, да, этим отличается эта беременность. И что же я делала по-другому? Как вы думаете, чем отличается подход мой с Юнашей и вот с Джуном? Пишите, пожалуйста, в чате. Свои догадки. Почему в этот раз? Но не скажу, что в этот раз было легче, потому что возраст, да, уже, конечно, когда я была беременна 5 лет назад, мне было 20 с чем-то. Сейчас мне 32, и, конечно, беременность в 30 тяжелее дается женщине, чем 20. Такая легкость, да, ты беременность, нет отеков, нет тяжести, нет изжоги, много чего нет, что делает это непросто. Возраст, конечно, дала себе знать, но по результатам анализов, по скорости восстановления, конечно, это уже все по-другому. Так, почитаю ваш ответ. Сейчас убежала. В прошлый раз вы не были в атоме. Да, точно, Таисия. Готовилась, подготовила организм к помощи БАДА. Точно, да. Была подготовлена к здоровью ребенка от матери. Чем здоровее мама и нет дефицитов? Да, Каздарбекова Дина, да. Все верно. БАДА, да. Думаю, ты мне не пели точно. Была подготовлена. Вот это самое главное, да, что я подготовилась к этой беременности за год. С Юнашей, не знаю, знаете ли вы, в нашей истории нет печальной, но до Юнаши у нас еще был сын, и мы его потеряли. Мы очень долго боролись за его жизнь, но, к сожалению, да. Ну, поэтому мы в Корею приехали по медицинскими причинам. Когда мы его потеряли, все врачи нам говорили, что нам нужно срочно беременеть, потому что это будет очень сильная депрессия, особенно на мать, и мы срочно забеременеем, то есть это было без плана, да, мне планировали, при этом я была в ужасном состоянии, в депрессии, в дефицитах, поэтому ни о каком планировании тогда не говорилось, да, не было, поэтому и беременность была вроде как, да, в 20 лет легче, с одной стороны, но из-за дефицитов тяжелее. И вот все равно, да, Юнаша у меня родилась здоровая, вообще никаких проблем, но я себя чувствовала, ну, вот, как я говорила, да, в анеме у меня было. Еще дискомфорт, ну, то есть ощущался дефицит витаминов, то, что и во время кормления тоже я очень сильно похудела, прям, ну, очень сильно похудела, и тоже, да, во время кормления малыш выбирает из мамы все лучшее, да, все лучшее детям. Поэтому так важно своим клиентам, да, говорите о том, о планировании. Часто спрашивают уже беременные женщины, а что мне можно, можно мне химохим, да, можно мне то или другое. Химохим во время беременности кормления нельзя, только в крайних случаях, если вы заболели, срочно хотите восстановиться, да, как это было у меня. Во время этой беременности я заболела ковидом, и, ну, немного пила, ну, вот, несколько пакетиков выпила. Поэтому мне очень нравится, что во время планирования можно пить любые витамины, любые БАДы, которые есть в Атоме, да, это, наоборот, подготовит вас к здоровой беременности, потому что беременность и кормление грудью – это очень сильная нагрузка на организм, то есть малыш будет забирать из мамы, из ресурсов мамы, да, не из того, что она ест, а то, что у нее уже есть в организме, поэтому, да, у нас раньше говорили, что женщина теряла зуб, когда появляется ребенок, слышали такое? Я это слышала в ауле, в деревне, то есть там, где особо не задумывались, да, о планировании, о витаминах, добавках и так далее. Ну, вот так раньше было. Почему так происходило? Потому что у женщины были какие-то дефициты из-за этого, ну, вот кальций, да, скажем, железа часто не хватает женщина и другие нутриенты, и из-за этого у женщины после беременности, после кормления появляются деленные проблемы. Я, кстати, с юнашей тоже потеряла зуб, вот, и у меня теперь стоит один имплант, поэтому мы говорим о планировании. Самое главное, да, подготовиться даже вот к марафону, я сравниваю беременность немножко с марафоном, потому что это тоже тяжело, но такая нагрузка сильная на организм и такой финиш в виде родов, тоже, да, там, последнее, на последнем дыхании. Но тоже, чтобы добежать марафон до конца, что делают спортсмены, они готовятся. То есть, кто бежал в марафон, напишите плюсик. Я не бежала ни разу, я просто бег не люблю, он мне не очень подходит по состоянию здоровья. У меня варикоз, и мне больше нравятся просто прогулочки, но я очень восхищаюсь марафонцами, потому что это вот поставить себе цель и пробежать большое расстояние, это, конечно, очень меня восхищает. И что делают спортсмены? Они регулярно тренируются, то есть делают разминку и затем бегают все вместе. Такая сполченность тоже, да, так цель единая, ну, как у Атамианзов. Поэтому самый главный успех, да, этой беременности, чтобы, главное, малыш родился здоровым и мама осталась здоровая, да, не лишилась зубов и так далее. Мы готовимся. Поэтому своим девочкам тоже объясняете, да, то, что перед беременностью важно сходить в крачу, во-первых, к гинекологу, да, кто будет всю беременность вести, но также и к своим врачам, у кого девушка или женщина наблюдается. То есть какие-то есть свои болячки, возможно, да, возможно, женщина уже знает, где у нее дефицит, возможно, нет. Если нет, то стоит сдать анализы, выявить дефициты и поработать с ними заранее, чем это делать уже во время беременности. То есть прийти в беременность подготовленной, без дефицитов, это, конечно, будет огромным плюсом, чтобы беременность прошла спокойно. Давайте покажу вам такую вот картинку. Картинка мне очень понравилась, сейчас она откроется. Надеюсь, видно. Рекомендуемые нормы потребления микронутриентов по Минздраву до 91-го года. Как вы видите, вот в небеременном состоянии женщине нужно определенное количество нутриентов, но во время беременности и кормления это, конечно, увеличивается. Даже во время кормления еще больше нам нужно нутриентов. И так получается, что даже некоторых нутриентов нужно в два раза больше беременным и кормящим. То, что раньше не знали женщины. Хочется кушать, просто кушаешь, но что есть? Нужно есть еще сбалансированных. К сожалению, в современном мире очень сложно держать этот баланс. Поэтому добавки, витамины, они играют ключевую роль при планировании и уже при таких состояниях, как беременность и кормлении. Вот, например, витамин С увеличивается, да, необходимость в нутриентах. Было 70, стало 100. Кормление там еще больше, витамина тоже немножко, потому что с витамином А во время беременности будьте аккуратными, потому что это влияет на печень и потом может влиять на ребенка. Витамин Е, то есть увеличивается. Ну и другие витамины Д, В, йод, смотрите, да, железо в два раза, магний, медь, цинк. Ну, то есть этим слайдом я хотела показать, что реально увеличивается необходимость, потому что сейчас женский организм уже заботит, ну, приоритет уже у него не на матери, уже приоритет на ребенке, и ресурсы матери будут передаваться малышу, а уже чтобы восполнить это, да, нужно правильно, сбалансированно питаться и принимать добавки. Что я принимала во время планирования? Ну, почти всю нашу линейку, то есть я работала со своими состояниями, что меня беспокоило с гинекологом, и пила сафору. Да, давайте сейчас корейский сайт я открою, что я пила. Пила очень много, готовилась продолжительно, где-то год. Самое главное, конечно, я работала над анемией, потому что знала, что во время беременности у меня есть такая проблема, особенно в третьем триместре, анемия. А в первых двух триместрах у меня беспокоило, как я говорила, ну, такие облачные состояния. Так, корейский сайт открываем. Кто не знает, это atomi.kr. Я люблю открывать корейский сайт, потому что там есть все, просто все на корейском. Ну, не бойтесь, что все на корейском все равно. Вот эти все буквы, это то, что написано на английском, да, то есть все несложные на самом деле названия. То есть наведя переводчик на корейские буквы, вы сможете перевести. Так, пробиотики, да, омегу-3, пила, витамин С, женьшень. То есть также поработать с дефицитами, а также поработать с иммунитетом. Хемохимия пила. Для хемохима у нас отдельная вкладка. Есть хемохим. Почему? Потому что иммунитет во время беременности нужен очень сильный, да, чтобы не болеть. Особенно это касается первого триместра, когда идет закладка органов. Поэтому нужно очень хорошо подготовить свой иммунитет также, потому что, ну, особенно сейчас сезон простуд, осень-весна, ну и в период пандемии тоже. Так. Что еще, витамин С, коктейли, кстати, да. Тоже пила коктейли, они просто с протеином. Также у них есть витамины и минералы. Почему я пила коктейли? Потому что у меня по индексу, вес массы тела у меня немножко недобор. То есть я так вот после дочки, я стала очень худая и никак не могла набрать вес. Вот эти коктейли, они не только для похудения, они также помогают набрать вес. А набрать вес худеньким девушкам, которые, ну, не предположены к полноте, очень сложные. Я пыталась, да, просто едой пытаться набрать вес, не получалось. Поэтому обязательно рекомендуйте своим клиентам пить такие наши шейки, наши коктейли, потому что они действительно работают. Это как дополнительная закуска идет, очень питательная, очень вкусная и набирается вес. То есть у меня был где-то 49-50, но в эту беременность я вошла в 52-53. То есть меня устраивало. Но до этого я не могла сделать 53, вот только когда начала пить коктейли. То есть такой хороший вес, да, нужно прийти в беременность. Не недобор и не перебор. То есть перебор, когда большой вес тоже будет тяжело. Так, что еще? Вот железо, да, у нас появилось, кстати, в прошлом году. У меня анемия мучается с того момента, когда появились месячные. Поэтому, да, это моя такая больная тема. Ну вот железо у нас не ГМВ. То есть если у вас большой дефицит, гемовое железо можно приобрести в аптеке, но не гемовое, оно очень хорошо поднимает ферритин, дает очень много энергии. И то есть я рекомендую вместе с гемовым и не гемовое железо вместе принимать. забота о глазах, да, то есть в элитеине много витамина А. Я старалась не пить элитеин во время элитеин или аксантин, а во время беременности, но пила до, то есть при планировании пила продолжительное время, да, несколько лет, ну вот все время, три года до беременности, что мы в Атоме пила витамины для глаз. Также коллаген, да, то есть я специально с косметологом, Аней разговаривала на тему коллагена, она говорит, что, чтобы профилактировать растяжки, ну и другие проблемы, да, с кожей, с суставами. Коллаген лучше пить при планировании беременности курсом. Здесь всего 14 бутылечков, да, то есть это на полмесяца. Вам надо несколько месяцев пропить коллаген, чтобы его хватило, да, на всю беременность. Сейчас, кстати, во время кормления снова начала пить, потому что чувствую необходимость днем. в силе во время беременности, да, давайте пока при планировании, что я пила, ну, женьшень, да, кальций, мультивитамины, кстати, да, отдельный пункт, это мультивитамины. Здесь все витамины, минералы, которые необходимы, чтобы восполнить дефициты. Это очень классный комплекс мультивитамины. Очень всем советую. Сейчас я, кстати, снова начала пить. Есть такое, что когда выпьешь эти витамины натощак, если так небольшое, даже чувствуешься, чувствуешь тошноту. Почему происходят эти витамины такие, ну, они рабочие, и витамины никогда нельзя на голодную журу принимать, то есть только во время или после хорошего приема пищи. Фолиевая кислота, да, даже здесь мама, мама с ребенком на картинке, фолиевая кислота, она важна. То есть за несколько месяцев до беременности фолиевую кислоту принимать обязательно и в первом триместре. Дальше уже индивидуально смотрим. Омега-3, конечно же, ну, здесь детская, но я пила взрослую. У нас много видов омеги-3 в атоме. Можно любую пить, а у нас вся омега очень хорошая, безопасная. А омега для чего нужна? Для сосудов, да, для сердечно-сосудистемы, но также для закладки мозга малыша и глаз, ретина. Поэтому омега-3 тоже обязательно и при планировании, и во время беременности, и после, то есть во время кормления все время нужно пить омегу. Торма-3 я не пила. Вот сафору я пила тоже, да, при планировании. Женские пробиотики пила. И, да, ну, дальше уже. А, гинка пила, да, потому что у меня варикоз. Теперь давайте во время беременности. Теперь во время беременности я старалась не пить добавки, только то, что мне было необходимо. Потому что я старалась есть много овощей, фруктов, то есть полезное все ела и чувствовала, что мне, в принципе, достаточно, да, то есть только там, где я знала, что там мне нужно железо, пила железо. Когда был токсикоз, я помню, да, то есть не хочется есть, но ты понимаешь, что малышу нужна, нужна сильная мама, нужны силы вообще, то мы пьем коктейли. Коктейли или шейки с протеинами, с витаминами очень классно помогают. Так, во время беременности я также пила женские пробиотики, когда наступила молочница. Это третий триместр. Ну, и чтобы подготовить, подготовиться к оводам, то, что малыш проходил через здоровые родовые пути, тоже женские пробиотики пейте. Вот, кстати, омега, это вегетарианская, то есть не важно, какая омега-3, главное пейте омегу. То есть пробиотики отсюда, омега, коктейль, то есть все, из этой страницы я больше ничего не пила, то есть во время беременности уже с аккуратностью, то есть не стоит слишком много чего-то пить, только закрываем дефицит с коллагеном, вот это вот всего я не пила. Я помню, когда у меня не хватало энергии, это был второй триместр, я пила витамины группы В, но вот полкапсулы и сразу чувствовала прилив сил. Тоже рекомендую вам посмотреть суточную норму во время беременности, суточная потребность витаминах группы В, то, что они также важны и для меня это было полкапсулы, я пила псиллиум, мне очень сильно помог ближе к родам, когда меня мучили запоры и геморрой, поэтому псиллиум это прям такая палочка-выручалочка, единственное, с ним нужно пить очень много воды, но одного достаточно, вообще по инструкции псиллиум, два стика в день, но во время беременности только вот одного стика мне было достаточно в день, и вот всего неделю я пропила вот так вот, и у меня прошла проблема, кальций, да, кальций вот я пила во время беременности, реактивный или жевательный уже на ваш вкус, фоливую кислоту продолжала пить в первом триместре и затем в третьем, вот, и так, отсюда все, да, пробиотики тоже не каждый день пила во время болезни, когда заболела, пила пробиотики, витамин С, химохим, да, и омега-3, ну, то есть все, что обычно пью, плюс что-то добавляла, когда болел, вот, и в принципе на этом все, витамин С, железо, то есть такое вот, ну, во время беременности, да, не рекомендуйте слишком много препаратов, а вдруг, да, женщина себя плохо почувствует, и возможно это не за витаминов, просто она скажет, а, это я вот витамин потом выпила и плохо себя почувствовала, хотя может быть она что-то съела, то есть первым делом будет страдать, конечно, ваши рекомендации, если что-то пойдет не так, поэтому будьте очень аккуратны, не не нужно пить много всего, но при планировании можно, да, даже нужно, чтобы это все заложилось здоровым фундаментом для малыша и для женщины, чтобы избежать дефицитов, был крепкий иммунитет и вообще себя хорошо чувствует. Так, старбеков пишу, женские пробиотики, пробиотики очень хороши во время послеродов, да, да, пробиотики женские, тоже соглашусь, потому что флору, да, женщине, особенно во время, ну, естественных, во время естественных родов нужно восстанавливать после родов и до родов подготовить, а после восстанавливать. Очень хорошо помогают пробиотики, как в обычной нашей, так и женские пробиотики специальные, да, для микрофлоры, влагалища и кишечника. Так, Наталья, да, конечно, пишите вопросы. Сегодня у нас не как обучение, а больше как встреча, поэтому буду рада вашим вопросам пишите, буду только рада. И теперь мы разобрали, да, планирование, беременность и теперь кормление грудью. Кормление грудью. Вот здесь я что сейчас пью, это мультивитамины. Пью, и я чувствую, что они дают мне энергию, потому что иногда выключаешься просто, когда кормишь прути, это опасный состояние, когда ты хочешь очень сильно спать, у тебя недосып, у тебя ребенок на руках, ты можешь просто уснуть, что это будет опасная такая ситуация, поэтому, чтобы этого не допустить, я пью витамины, которые позволяют мне, дают мне очень много энергии, я и работаю, и домашние дела всплеваю, и еще и заботиться о малышей, кормить грудью, поэтому очень рекомендую во время кормления продолжать пить мультивитамин, который мы пили при планировании и теперь уже во время кормления. Также я пью железо, в мультивитаминах есть железо, но также я дополнительно пью наше железо, выгемовая. Пробиотики тоже по состоянию висе, чувствую, что нужно пью витамин С с железом, или когда кушаю что-то, мясо, рыбу, тоже витамин С, помогает железо лучше усвоит. Так, что еще? Все, много ем, в Корее очень популярен миокук, суп из морских водорослей, который богатый йодом. Йод, железо, кальций, это вот миокукук, кстати, в Атоме тоже продается миокукук, если нужно, вы можете заказать из корейского сайта, и очень простой рецепт, просто сварить бульон на мясе или на курице, и замочить эти водоросли, потому что они сушеные, и затем добавить в суп, чтобы они поварились, и можно прям вот так, простой суп, мы добавляем рис, и очень вкусно получается, вкусно и полезно. Такой суп, роженицы в Корее кушают каждый день, три раза в день, потом, когда корейцы в день рождения, они на свой день рождения кушают миокукук, на завтрак первое, что едят, это миокук, как бы почтить весь тот труд, что пережила мама, чтобы появился на свет малыш, и вот так каждый год кушают этот суп. из водорослей. В принципе, все. Давайте остановимся. субтитры создавал DimaTorzok,